Приветствую вас, Павел. Написали вы, конечно, много. Не очень понятно, какого именно совета вы хотите от психологов, да? То есть, когда вы пишете, что я счастлив с этой женщиной и считаю, что она моя судьба, но здесь какие-то мистические представления, потому что людей судеб не бывает. И вы это, по сути дела, да, вы это видите на своём, как бы, примере, да? То, что женщина, она вас, как бы, отталкивает по сути дела. Вот. Поэтому, если мы говорим непосредственно о судьбе доста, то это, скорее, ваше желание. Это, скорее, ваше желание, которое у вас есть. И, соответственно, то, чего вы хотите. То есть, вы говорите, что, вот, вы хотите, чтобы она была так дежестно со мной. И это, Павел, ваше желание. То есть, вы не хотите, чтобы она была счастлива, а просто. Вы хотите, чтобы она была счастлива именно с вами. Это тоже очень важный момент. Почему именно с вами? Вот. Почему именно с вами? А без вас? Вы следите за ней, значит, вы ревнуете. Если вы следите за ней, значит, вы зависите от неё. Смотрите. Смотрите. И это, на самом деле, показатель вашей нет самостоятельности. Вот. Я не знаю, если честно, я не знаю, что вы делали, точнее, с психологом, да, другим. Я не могу сказать. Я не знаю. Но я знаю точно, что вам нужно работать в зависимости как от женщины, так от игр. То есть, игромания, это, соответственно, отрыт от своих чувств, это отрыт от своих желаний, это какая-то компенсация. Вот. Я думаю, что необходимо поработать и с родителями, то есть, детско-родительскими отношениями тоже. Вот. И с внутренней организацией, потому что совершенно не случайно вы начали играть. Совершенно не случайно вы начали делать ставки. То есть, это всё как бы жизнь в долг, это всё как бы вот жизнь не на своё, а это вот заниженные самооценки. Вот. Дальше, конечно, идёт позиция вашей некой такой жертвы. То есть, вы занимаете жертвенную позицию, что, безусловно, тоже не является чем-то хорошим и конструктивным для вас. Вот. Значит, вы как бы очень быстро начинаете отношения, вот, что тоже в некоторой степени для меня показатель такой. Может быть, страсти, может быть, потребности, да, то есть. Вот. Ну и, соответственно, вот, и это основные моменты, с которыми нужно работать. То есть, в принципе, по отношению с девочкой вы ведёте себя, ну, правильно. То есть, тут как бы, вряд ли можно что-то сказать, да, то есть, вы ведёте себя с ней, ну, нормально. То есть, это адекватно, вот, исходя из того, что вы написали. Вот. То есть, как бы, что бы, что. Сейчас она счастлива, и на данный момент без вас. Вот. Правильно вам мой коллега говорил, сказал, что вам нужно сейчас больше о себе думать. Вот. Значит, эээ, так, сразу извиняюсь. Так, история такая, в 2015 году я вляпался в неприятности, связалась с кредитом. А почему связалась с кредитом? Потому что хотели то, что вам не было по плечи. Хотели того, что вам, эээ, было не в карман. Откуда это? Откуда это? Вот. Перезанимал, там, это всё. Откуда? Вот. Значит, дальше вы пишите про девочку. Здесь я ничего комментировать не буду. Кроме того, что, в принципе, вы правильно, здесь вы хорошо поступили. Но, единственное, что, то, что очень быстро как-то отношения у вас, да, то есть, развивались слишком быстро. Так. Дальше, значит, эээ, вот, приехав сюда, значит, вы пишите, эээ, мы стали жить у моего друга. То есть, это, вот, первый момент, да, неприготовленность. То есть, вы их куда-то увезли, так, а, куда вы её увезли, кому вы её увезли, да, то есть, как бы, вот это, такая история здесь. То есть, ну, если, если вы, если вы уж возите девушку куда-то, то, ну, так, соответственно, нужно же, эээ, приготовить, эээ, всё, да, и так далее. А, у меня нет ощущения, у меня нет ощущения, что вы готовились, подготовились к этому. Ну, вот. А, есть родители, с ними вы жить не можете. Вот тоже момент, да, почему вы можете жить с родителями, как и у вас отношения с родителями. То есть, очевидно, что родители вас воспитали так, что у вас нету, а, четкой взрослой, ну, четкой взрослого состояния, четкой взрослой позиции. Так, улаживайте, три месяца, эээ, три месяца вы улаживали нюансы, да, за гриппом смогли съехать. То есть, все это, они были с горькой. А, вот. Финансов было не очень много, но, эээ, в нашей фантазе и желания было много. Вот это, кстати, вообще-вощая проблема у вас, что очень много желаний, да, вот, остановиться вовремя, так сказать, нет, вот это не для меня, это вы не можете. И с этим нужно разбираться, что-то. У меня начались проблемы на работе, начальство было ужасное. Так, ну, здесь уже девушку вы себе выбрали, соответствующую, да, потому что сейчас и девушка сама ответственна за то, что у нее проблемы. Вот. Через пять месяцев, эээ, значит, подвигла ее задуматься о возврате назад в свой город. Ну, то есть, это вот, знаете, какая-то такая ориентация, да, друг на другу у вас. Это не ради какой-то общей цели, да, друг на другу. То есть, это вот, ну, когда люди ориентируют друг на друга, это вот приводит к созависимым отношениям. Вы посмотрите в интернете созависимым, да? Так, значит, что там происходит? Она не чувствовала себя со мной комфортно. А это откуда была мысль этого взяла? Очень сильно любила. Она все на это указывала. Так, она ушла с работы, устроилась на другую, там все было лучше, но финансы не улучшались. Все, оклад жалко, 20 тысяч. Вот откуда это обесценивание своей зарплаты, своего труда идет. Соответственно, если вы считаете, что вы, ну, можете получать больше, то почему вы не делаете с того, чтобы получать больше? А, это вас заключат сделки. Так, через месяца три она, опять же, говорит о том, что мы поехали вместе на занятие, попробовали там, меня не устраивает, я не увидел там будущего, но соглашаюсь с ней. Вы проявляете нечестность, да? Вы не выражаете своих чувств. Для чего вы согласились? После этого, когда я уже знаю, что она собирается увольняться в переном году, интерес к своей работе пропадает совсем, в конечном итоге меня увольняют в конце сентября. А для чего вы работаете тогда? Зачем вы работаете? Как у вас вообще вопрос реализации поставлен? Есть любимое дело увлечение, в котором вы развиваетесь? Как это у вас происходит? Что значит, что пропадает интерес к работе? Из-за девушки. Значит, вам не нравится работа? Что вам есть? Надо на что-то снимать жилье, как тучить, я устраиваю с карьером, с курьером, денег не хватает, это я попадаюсь на уличку и оставил ставку на вход. Вот что значит, что попадается на уличку? Как вы попались на уличку? Давайте вот этот момент рассматриваем, давайте этот момент разбирать. Как? Почему? Что? Хотели? Как чего? Так, значит, я не знал, как по-другому заработать денег. Так, а вы же курьером устроились? Почему это именно курьер? А образование? Как дела с образованием? Как дела со специализацией у вас обстоят? Почему вы считаете, что деньги нужно зарабатывать быстро и мощно быстро зарабатывать? Почему вы не считаете, что это процесс, что это труд, что это наработка определенных, как бы, ну, навыков? Вот. Значит, проиграл большую компанию. Так, женщина большую сумму, она приняла эту новость, хотела вернуться к концу. Поговорили с ней, 11 января, мы расписываемся в ЗАГСе, не устраивали никакое творчество, были счастливы, все было хорошо. Ну, здесь надо сказать, что женщина, она принимает ваши слабости, да, но это очень, очень сильный удар по вашему кредиту доверия. И опять же, для меня загадка. Это вы хотите для своих женщин? Роспись без торжеств, хотя бы минимальную, да, значит, соответственно, ее сомнения, сомнения, вот. Я остаюсь тут, так она улетает, я остаюсь тут, меня мучают сомнения, что, как я здесь буду, один без нее. А в чем проблема? В чем проблема быть, быть одному без нее? Я вновь делаю ошибки, параллельно продолжаю делать ставки и в роли выигрываю. Так, для чего делать эти ставки? Почему не можете быть один, Павел? Вот. Ну, вы пишите, у нас все супер, все ништяк, все потолщается. То есть, ты серьезно, все упирается в деньги, не могу преодолеть свои чувства, остаться без них один. В чем проблема опять? Уезжаю туда, помогаю ремонт, смотрю в квартиры, в марте я приехал, долго искал работу, вышел на менеджера. В Оренбурге наши отношения начали окончательно обрешать по шлам, денег не хватало, много тратили на всякую фигню, пицца, пиво раз в три дня. А для чего? Зачем? Почему? Ну, то есть, как это происходит, что вы тратите кучу денег на фигню? Немного сделал ремонт, недостаточно, опять подают таким образом, что теряют 40 тысяч компаний на ставку. Понимаете, то есть, здесь какая-то вот несознательность у вас происходит, почему, как, что это происходит. Тут нужно в корне менять свое поведение, в корне его разбирать. Вот, она закладывает свое желтое, отдается за сплату, разговор был тяжелый, нашли общий век. Вы считаете, что для женщины ваше, ваше это адекватно? Уже думаю, тогда пошла большая отреча на наших отношениях. Да, это действительно так, я вернул ей деньги со своей зарплаты, помогал развивать счет. Да, то есть, все это на чувстве вины, все это на чувстве вины. И она чувствует, что вы, что вы чувствуете себя постоянно виноватым. Так, я завершаю. Ну, так, когда мы должны были лететь в СПБ к родителям моим на праздник, я возвращаю, пожалуйста, с самым отчетом культуре жизни, беру, тихоря у него денег, карточки, открываю их на ставках. Для чего? Зачем, опять же? Да, то есть, с какой целью? Так, я понял, какие мои попытки улучшить нашу жизнь? Таким образом ведутся только к еще большим проблемам. Нет! Это не попытка улучшить вашу жизнь. Это желание ощутить острое ощущение в культ жизни. Это желание почувствовать себя живым, Павел. А в этом всем вы себя живым не чувствуете. И женщина вам для этого же нужна. Вы сами, сами себе, вы не принадлежите. В этом основная проблема. Так, значит, я начинаю терять собственную жену. После чего отказался от ставки, обратился к психологу. И что решили там? Немного смягчило. Она уже охладнела. В январе она сама сказала, давай на чем-то число листа. Инфантильная позиция, потому что число листа ничего начать нельзя. Вот. Ничего начать нельзя, потому что то, что было, это опыт. Опыт нельзя игнорировать. Но вы воспринялись как ниточку. Вот. Казалось бы. Но беда в том, что уже на тот момент у нас пошло недопонимание. Она дала одного. Я делал другое. Например, я хотел, чтобы я что-то делал по ремонту. Я знал, что у нас нет средств, инструменты и материал, чтобы что-то делать. Так, а искренно, знаете, вот. Вы скрывали от нее свои намерения? Она это чувствовала интуитивно и тоже скрывала свои намерения. Знаете? Вот недопонимание возникает от того, что люди не говорят о том, что есть на самом деле. Что есть на самом деле. Что происходит на самом деле. Так. Значит, если я с этой стороны об этом говорил, она закрылась и сдала, что я это сделаю, а отгадывать я не умел. Ну, тут вы не очень понятно объяснили, что именно она сдала. Но факт тот, что вы не искренне друг с другом. Сработал все плохо в марте, когда у нее на работе нет начальника. Она сказала, уезжай в Питер. У кого было все плохо с работы. С этим начальником я не уезжаю. Здесь там пока устроишься, снимешь нам жилье. Но тут вы уже давно были понимать, что это просто как бы человек вам не доверяет. Среди дня она говорит, что в циклочина она не любит меня больше и больше мне не верит, потому что считает, что мои поступки расходятся на медицине. Это так. Это так. Это действительно так. Вы ненадежный человек. Вот такое впечатление вы создаете. Я наделал кучу ошибок на эмоциях. Опять ошибки, да, опять. Вот почему, для чего, как, какая субъективная сторона этих ошибок, да. То есть все это нужно избирать. Вызывал чехи вопросы. Да спасите вы и манипулируйте. Манипулировали ей. Говорит, давай разойдемся. Вот. Сейчас живем в разных городах. Немного успокоился. Уважаю ее мнение. Дам ей развод, если она его хочет. Страх не писать. Не звонить. Делают мне больше страха. Три-четыре месяца. В основном вписаны в контакты. Работу в Питере у нас. Так. Ну, короче, сейчас у нас такой нейтралитет. Ага. Напределенный нейтралитет. Она говорит, что развод ее очень... Так. Без давления назвали, что проблемок. Она свободен, но пока она говорит, что развод ее очень сдерживает. Не очень понятно, что именно сдерживает. В чем ее сдерживает развод. Не ясно. Безумно ее люблю. Как любовь проявляется ваша? Как проявляется любовь? В чем она обращается? Как любовь. Хочу, чтобы она была счастлива. Хочу быть с ней. Нет. Хочу, чтобы она была счастлива. Это одно. Хочу быть с ней. Это совсем другое. Ага. Значит, я совершенно не понимаю, как на себя вести. Говорить с ней или отпустить. Дарить подарки не надо себе. Или закрыться. Зарыться в работе. Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Вам нужно с ней общаться. Вам нужно показать ей, что вы стали другим человеком. Вы должны показать ей свои изменения. Для этого не нужно заниматься в работе. Но работать нужно качественно по-другому. То есть, если вы будете по-прежнему заниматься таким вот, ну, не развивающимся, низко уровневым, низко интеллектуальным трудом, то, скорее всего, при малейшем давлении, вы опять скажете в составке. Вот. И ваше стремление, я говорю, в зависимости, нужно прорабатывать. Вот. Я не знаю, что вы делали с психологом. Вы ничего не написали об этом. Но, тем не менее. Вот. Приятно, что надо от меня чего-то ждёт. Вот, когда вы пишете, что вам приятно, что надо чего-то ждёт от вас, это, по факту, означает, что вы хотите чувствовать себя значимым. И, возможно, это ваша одна из глобальных таких проблем, да, что вы хотите чувствовать себя значимым. И вы пытаетесь это делать через что угодно, через ставки, через девушку и так далее. Так. Сама она развод не пытается, не понимаю почему. Надеюсь, что вы измените, действительно чувствуете ваш потенциал. Я никогда не изменял. Так. Ну, я боюсь ли сейчас в этой ситуации появился молодой человек, который, как минимум, на неё ухаживает. И ухаживает. И что, Павел? Ну, появился у неё молодой человек, ухаживает на неё. Вы же говорите, что вы хотите, чтобы она была счастлива. Если молодой человек сам ухаживает, он сможет её сделать счастливой, в чём проблема. Именно ваша. Ага, я ей полностью доверяю, пока я не понимаю, как никак её вернуть. А её не надо возвращать. Вам нужно теперь переориентироваться с других людей на себя, открыть себе свои способности, открыть себе свои возможности, реализовываться и достигать своих целей. И если она захочет, она вернётся. Я уверен, что она вернётся, но только при условии, если вы будете делать что-то для себя. Чтобы у вас не терялся интерес к работе, в зависимости от того, как у вас складываются отношения в личной жизни. Самое важное вину – доверие, которое утеряно из-за моих ошибок. Нет. Нет. Доверие, основанное на чувство вины, оно ничего не стало. Самое важное – не вернуть до этого. Самое важное вам – найти себя. Она никогда ничего не требовала, и я сам хотел на неё больше. Вы хотели для себя больше. Были только неотсотненные побуждения во мне с её стороны. Например, в магазине на своё сморочное крушение, и потом идём дальше. Я понимаю, что не могу тебе это позволить. Я не могу позволить ей сейчас, но очень хочу. И это, опять же, вопрос построения быта посредством, и вопрос искренности. Знаете? То есть, девушка чего-то не высказывает вам, да? А вы что-то не высказываете ей это. Первое. Второе – это неумение, в принципе, принимать факты такими, какими они есть. И девочки всегда заглядываются на украшения, как и на одежду. Нормально. Нормально далеко не всегда эти украшения реально нужно покупать. Вот. Помогите? Советом сейчас очень вас прошу. Каким? В чём? Вот. Каким и в чём? Совет. Понимаете правил, я, к сожалению, не могу констатировать, что у вас была семья. Я могу констатировать, что у вас были отношения, которые чисто формально называли «семьёй», в кавычках. Вот. И вы к семье не готовы. Вот. Я, к сожалению, вот вижу, что личность, увы, не зрела. Может быть, вы и начали своё созревание, но вам нужно активно работать с психологом абсолютно по всем направлениям, начиная со взаимоотношений с родителями. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.